НРБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Башкортостане в марте этого года начнут выдавать сертификаты для взрослых инвалидов и участников специальной военной операции. Его номинал составит 52 тысячи рублей. Годовой бюджет на эти цели предусмотрен в размере 90 миллионов рублей, сообщила на оперативном совещании руководитель Минтруда Ленара Иванова. Ежегодно планируется выделять порядка 1700 сертификатов. Сейчас в ведомстве формируют реестр поставщиков и отрабатывают порядок предоставления заявлений через МФЦ. Данная мера включена в перечень проектов, которые реализуют в республике в рамках тематического года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Всего предусмотрено 153 мероприятия, разделенных по 9 блокам. Они охватывают практически все сферы жизни, от охраны здоровья и трудоустройства до творческой самореализации. Кроме того, в этом году начнут работу несколько учреждений, которые будут оказывать услуги по реабилитации и обилитации жителей СОВЗ. Это открытие в июле негосударственного пансионата для пожилых и инвалидов Карлогач в деревне Никифара Вальшеевского района. Открытие в сентябре республиканского реабилитационного и образовательного центра «Салют», в рамках которого ежегодно предполагается охватывать реабилитационными услугами более 7,5 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. И также в декабре планируется открыть новый корпус республиканского геронтологического центра «Иминлек». Ради Хабиров призвал муниципалитета также включаться в работу и проработать собственную программу мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. В Башкортостане не будут выдавать лицензии недропользователям без согласия собственника земли. Такое решение приняло Республиканское министерство природопользования и экологии. Ранее стало известно, что совместно с агентством по недропользованию в регионе было запрещено выдавать новые лицензии на добычу золота. До 2030 года. Сейчас в Республике работает порядка 50 компаний, которые занимаются этой деятельностью. Контроль за законностью разведки и соблюдением правил добычи ведет в том числе межведомственная комиссия по недропользованию при главе Республики. Также с недобросовестных золотодобытчиков решением суда взыщут 35 миллиардов рублей штрафов о компенсации за ущерб природе. Ранее 25 января 2024 года первый арбитражный апелляционный суд во Владимире отказал уфимской компании «Альтинвест» в праве продолжать добычу золота на востоке Башкортостана. Фонд развития территорий выставил на торги участок бывшего застройщика СК «Союз» в Училах. Территория площадью полгектара предназначена для строительства многоквартирного дома, следует из разрешительной документации. Заявки принимаются до 7 марта, а аукцион состоится 14 числа. Начальная цена за лот без малого 62 миллиона рублей. Земельный участок находится на улице Горького. Девелопер намеревался построить на этом месте пятиэтажный дом и сдать его в сентябре 2018. Однако решением арбитражного суда Республики компания была признана банкротом по иску ФРТ, а в отношении застройщика открыто конкурсное производство. Три года назад фонд принял решение о выплате компенсации обманутым дольщикам. Деньги получили 38 человек. Размер выплат превысил 78 миллионов рублей. В Ашкортостане за пять лет расселили почти 9 тысяч человек из аварийного жилья площадью более 111 тысяч квадратных метров. Республика на 80% перевыполнила плановый показатель. Такие данные озвучил исполняющий обязанности руководителя Минструя Республики Владислав Сидоркин. В регионе реализуется нацпроект «Жилье и городская среда» с 2019 года. На адресную программу по переселению из фонда, признанного аварийным до 2017 года, направили 1 миллиард 700 миллионов рублей. Большую часть средств, почти полтора миллиарда, выделил фонд содействия реформированию ЖКХ. Еще 91 миллион рублей поступило из региональной казны и 260 миллионов из бюджетов муниципальных образований. Благодаря этому удалось расселить около 5 тысяч человек в 23 городах и районах. Наибольшее количество аварийного жилья расселено в Рамы, это в Уфе. Расселено более 2704 человека, площадью более 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Также в Янаульском районе расселено 507 человек из 8 тысяч квадратных метров площади. Также в Белебеевском районе расселено 289 человек из аварийного жилья, площадью почти 5 тысяч квадратных метров. В городе Кумертау за этот период расселено 172 человека из аварийного жилья площадью почти 3000 квадратных метров. По итогам прошлого года Башкортостан занял шестую строчку среди регионов по достигнутым показателям. Работу по расселению из Ветхого жилья планируют продолжить. Напомню, ранее республика направила в Минстрой России реестр аварийного фонда, который признан таковым с начала 2017 по январь 2022 года. В него вошли 580 домов площадью почти 230 тысяч квадратных метров. Проект реконструкции фонтана «Мальчик с Кураем» в Уфе получил положительную оценку госэкспертизы. Застройщиком выступает управление капстроительством мэрии. Проектировала работы челябинская компания ИТК-групп. Контракт на подготовку проектной документации стоимостью 2 миллиона 800 тысяч рублей стороны заключили в мае прошлого года. Помимо реконструкции фонтана планируют благоустроить площадь, на которой он расположен, и бульвар Саид-Галеева. Реорганизовать пространство необходимо в связи со строительством Центра спортивной борьбы. Ранее мэру Ферат Мермавлиев рассказал о планах по благоустройству этой части города. Сквер «Мальчик с Кураем» ремонт фонтана, дальше проходим сквер семейный и далее мы выходим к храму. То есть за храмом у нас тоже храм по благоустройству предусмотрен на территории, тоже один из застройщиков проявил инициативу. Далее мы уже попадаем в центр борьбы. По улице Комсомольской построят площадки. Для отдыха будут созданы новые парковочные карманы, установлены скамейки, светильники и другие малые архитектурные формы. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.